Радио 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 помощи, но вы обладаете даром отвергать очевидное. Неужели вы не понимаете, Филиппс, что именно я хочу сказать и почему я говорю это именно вам? Вы один из тех, кто превратил страх в товар, в источник дохода. Страх? Вот ваше ремесло. Пока человечество робко раздвигает границы познанного, вы ищите новые неведомые, чтобы сеять новые страхи. Вы наткнулись на благодатную почву. Угрозы из космоса. Тема нескончаемая, как сам космос. Стоит только вспыхнуть свету разума и немного рассеять мрак, вы уже тут как тут. Выслушайте меня внимательно, Филиппсон. Боюсь, это ваш последний разговор. Независимо от того, нравится это вам или нет, вам, разумеется, нравится, а нам нет, вы превратились в главный источник сведений рядового человека от неопознанных летающих объектов. Ваш храм построен на лжи и страхе, но сейчас это уже не имеет значения. Ваши последователи прислушиваются к вам, а к нам прислушивается больше народу, чем можно было бы предположить. И в первую очередь все те, кто напуган вашим сегодняшним миром, кто чувствует себя на земле маленьким и беззащитным. Вы говорите им, как силен враг, и они в страхе жмутся друг к другу. А вы в это время внушаете им, что вы и только вы можете их спасти. А что, разве не так, спросил Филипса? Заставил же я вас прийти ко мне? Нет, не так, ответил Хуренсен. Спасать надо тех, кому что-то грозит, а вам никто не угрожает. Мы хотим вам помочь, освободить вас. Вот как, освободить? От чего же? От войн, от болезни, от нищеты, от неуверенности в завтрашнем дне. Это уже тысячу раз говорили. Вы не верите? Сам не знаю. Я просто еще не думал об этом, признался Филипсу. Так почему вы пришли именно ко мне? Хуренсен протянул руки ладонями вверх, и на них появились две книги. Вид их приятно защекотал авторское самолюбие Филипсу. Он подумал, что сами книги должны быть находятся на корабле. Вот ваши книги. Вам придется взять их назад. Каким это образом? Вам придется написать новую книгу. Вы ведь так и собирались сделать? Филипсу не понравилось. Легкое ударение, которое было сделано на слове «придется», но он промолчал. В этой книге будут новые открытия. Можете, если хотите, назвать их откровениями или самыми новыми и последними интерпретациями. А если я не смогу? К вашим услугам будет вся помощь, какая только возможна на земле или вне ее. Хорошо, а зачем? Затем, что ложь — это сильный яд, и человечеству необходимо противоядие, пока действие яда не зашло слишком далеко. Чтобы мы могли показаться людям, не вызвав паники, чтобы нас не встретили выстрелами. Неужели вы этого боитесь? Пульки снарядов нет. Мы боимся страха, который заставляет человека нажимать на курок. Допустим, я пойду вам навстречу. Тогда человечество позабудет про бедность, преступление, страх. Да, но и Филипса оно тоже забудет. Вот оно что. Хотите знать, что это даст вам лично? Неужели вам не хочется превратить Землю в новый Эдем, где люди смогут спокойно творить и смеяться, любить и работать, где дети будут расти, не ведая страха, и где впервые один человек сумеет понять другого? Неужели вам не будет приятно сознавать, что всем этим мир обязан вам? Как же язвительно усмехнулся Филипса. Земля станет большой лужайкой, на которой человечество пустится в пляс, а я поведу хоровод. Нет, это не по мне. Что-то вы вдруг стали чересчур задиристы, мистер Филипса, спокойно проговорил Хуренсен. А чего мне бояться, хрипло ответил Филипса. Вы ведь всего лишь призрак, и я сейчас выведу вас на чистую воду. Он засмеялся. Призраки. Удачное название. Ведь именно так называют вас операторы радаров, когда видят на своих экранах. Закончил за него Хуренсен. Я это знаю. Ближе к делу. Что ж, вы сами напросились. Так не пеняйте. Филипсу встал. Вы просто шарлатаны, и все тут. Согласен, у вас получаются всякие фокусы с зеркалами, вы даже умеете так спрятать зеркало, что его и не найдешь, но все это только иллюзия, обман зрения. Если бы вы и прям могли сотую долю того, что вы здесь наговорили, черт, с два стали бы вы умолять меня о помощи. Вы бы попросту взяли все в свои руки, не спрашивая ни у кого дозволения, и дело с концом. На вашем месте я бы так и поступил, ей-богу. Вы бы так и поступили, повторил Хуренсен с интонацией то ли крайнего удивления, то ли просто брезгливого отвращения. После длительного умолчания он заговорил снова. Вы никак не возьмете в толк одного. Мы не сможем сделать многого из того, что умеем. В нашей власти взорвать вашу планету, изменить ее орбиту, направить ее на Солнце. Физически для нас это вполне осуществимо, так же, как для вас физически возможно проглотить паука. Но вы не едите пауков. Говоря образно, вы утверждаете, что вы не в состоянии их есть. Точно так же и мы не в состоянии заставить человечество сделать что-нибудь против его желания. Все еще непонятно. Хотите, я открою вам, до каких пределов доходит наше бессилие? Мы не в состоянии принудить к чему-либо даже одного единственного человека, в том числе и вас. «Выходит, я могу отказаться?» Недоверчиво спросил Филипсу. «Ничего нет проще». «И мне за это ничего не будет». «Ровным счетом ничего». Но тогда Хурринсон отрицательно покачал головой. «Нет, мы просто уйдем. Слишком уж вы нам испортили все дело. Если вы сами не захотите исправить тот вред, который ваше писание нанесли проблеме контактов, то нам остается лишь одно – пустить вход в силу. А это исключается. Жаль, конечно, бросать дело на полдороги. 400 лет наблюдений, и все впустую. Если бы вы только знали, каких трудов нам это стоило, сколько усилий нам пришлось приложить, чтобы остаться незамеченными. Разумеется, после того, как Кеннет Арнольд поднял такую шумиху вокруг летающих тарелочек, нам стало гораздо проще маскироваться. Проще? Господи, ну разумеется, проще. У вас, людей, удивительная способность. Просто талант – не верить собственным глазам и находить взамен очевидное, самое неправдоподобное объяснение. Например, нам здорово помогла гипотеза о метеорологическом зондах. Проще простого замаскировать тарелочку под метеорологический зонд. Это так просто, что даже скучно. Но лучшим для нас подарком была выдумка о температурных инверсиях. Нужно большое искусство маскировки, чтобы сделать корабль похожим на отцвет автомобильных фар на горном склоне или на планету Венера. Но замаскироваться под температурную инверсию – никто ведь не знает, что это такое. Под этой маркой можно делать все, что угодно. Мы-то воображали, что у нас есть неплохое тактическое руководство по маскировке, но после знакомства с памяткой ВВС США по неопознанным летающим объектам нам осталось только развести руками. Мы нашли в ней рациональные и правдоподобные объяснения всех ошибок и промахов, которые когда-либо совершали. Например, тот идиот, что полез купаться в Лох-Несс. Постойте, взмолелся Филипса. Дайте мне сообразить, что будет, если я исполню вашу просьбу. Я думаю, вы мне мешаете своей болтовнёй. Этот ваш рай на земле, сколько времени уйдёт на его создание? И как вы думаете приступить к делу? Самым лучшим началом будет ваша новая книга. Вам надо будет обезвредить две первые книги, но при этом не потерять читателей. Если вы просто круто повернёте в другую сторону и начнёте рассказывать о том, какие мы славные и мудрые ребята, то все ваши последователи от вас отшаткнутся. Вот что я придумал. Я подарю вам оружие против этих... Как вы их назвали? Против призраков. Простенький генератор поля, который каждый сможет изготовить сам, а в виде наживки используем кое-что из вашего прошлого вздора. Виноват из ваших прошлых заявлений. Вот малооружие, которое спасёт землю от тех, кто угрожает её погубить. Уронсон улыбнулся. Самое интересное, что это будет чистая правда. Не понимаю. Мы заявим, что радиус действия этого оружия 50 футов, а на самом деле он будет равен двум тысячам. И чертежи его будут приложены к каждой книге, и оно будет простым в изготовлении. Вы скажете, что выкрали его у нас. Что это за устройство? Устройство? Ах, да. Уронсон словно очнулся от глубоких размышлений. Снова этикетка, черду я побрал. Дайте мне подумать. В вашем языке нет соответствующего слова. Но что оно делает? Оно позволяет людям общаться друг с другом. Мы прекрасно обходимся и без него. Здор. Вы общаетесь при помощи этикеток. При помощи слов. Ваши слова — это куча пакетов под рождественской ёлкой. Вы знаете, от кого они и какой у них размер или форма. А иногда вам даже слышно, как внутри что-то звенит или тикает. Но вы никогда не знаете точно, что внутри, пока не вскроете пакет. Вот для этого и предназначено наше устройство. Оно вскрывает слова и показывает, что в них содержится. Если каждое человеческое существо, независимо от возраста, происхождения и языка, сумеет понять, чего именно хочет другое человеческое существо, и к тому же будет знать, что и оно, в первую очередь, будет понято, то не успеешь и оглянуться, как мир станет совсем иным. Филипса задумался. «Торговля станет невозможна», — сказал он наконец. «Нельзя будет даже объяснить, если сделаешь что не так». «Объяснить-то как раз будет можно», — возразил Хуренсом. «Соврать будет нельзя». «Вы хотите сказать, что каждый загулявший супруг, каждый напроказивший школьник, каждый бизнесмен?» «Совершенно верно». «Но это же хаос», — прошептал Филипса. «Развалятся сами устои нашего общества». «Понимаете ли вы, Филипса, что вы сейчас сказали?» — добродушно рассмеялся Хуренсом. «Что ваше общество держится на лжи и полуправде, и что, лишившись этой опоры, оно развалится». «Вы правы». «Возьмем, к примеру, ваш храм космоса. Что, по-вашему, произойдет, когда ваше паство узнает всю правду о своем пастре и о том, что у него на уме?» «И этим вы меня пытаетесь соблазнить?» В ответ Хуренсом торжественно обратился к нему, в первый раз назвав его по имени. «Даджо, и от всего сердца». «Ты прав, что наступит хаос, но в вашем обществе он все равно неизбежен. Многие величественные сооружения падут, но на их разваленных не окажется желающих поживиться на чужой беде. Никто не захочет воспользоваться своим преимуществом». «Уж я-то знаю человеческую натуру», — обиженным голосом отозвался Филипсов. «И я не жалею, что все так. И не желаю, чтобы разные проходимцы наживались на моем падении. Особенно, когда у них самих ломаного гроша с душой нет». «Тогда ты плохо знаешь людей», — Джо печально покачал головой Хуренсом. «Просто тебе никогда не доводилось заглядывать в сокровенные тайники человеческой души, где нет места страху и где живет стремление понять и быть понятым. А вам доводилось?» «Я видел это во всех людях. Я и сейчас это вижу. Мой взгляд проникает в глубины, недоступные вашему зрению. Помоги мне, Джо, и ты тоже это увидишь». «А сам я при этом лишусь всего, чего с таким трудом добился». «Что стоит эта потеря по сравнению с тем, что ты выиграешь?» «И не только для себя, но и для всего человечества. Или, если так будет понятнее, посмотри на дело с другого конца. С того момента, как ты откажешься мне помочь, каждый человек, убитый на войне, каждый умерший от болезни, каждая минута мучений и больного раком — все это будет на твоей совести. Подумай об этом, Джо. Прошу тебя, подумай!» Филиппса медленно поднял глаза от своих стиснутых рук и посмотрел на взволнованное и сосредоточенное лицо Форенсона. Затем он возвел глаза еще выше и посмотрел сквозь купол в ночное небо. «Простите, — вдруг сказал он, показывая рукой, — но ваш корабль снова виден». «Черт меня побери!» — выругался Форенсон. «Я так сосредоточился на разговоре с тобой, что перестал следить за генератором невидимости, и у него перегорел омикрон. Мне понадобится несколько минут, чтобы починить его. Я еще вернусь». С этими словами он исчез. Он не сдвинулся с места, его просто не стало. Двигаясь словно во сне, Джозеф Филипса пересек круглую комнату и, прижавшись к плексигласовому куполу, посмотрел на сверкающий корабль. Его очертания были красивы и пропорциональны, а поверхность переливалась чешуйками, как крыло бабочки. Он слегка фосфорисцировал, ярко вспыхивал в оранжевом луче прожектора и постепенно угасал, когда луч уходил в сторону. Филипса посмотрел мимо корабля на звезды, а затем мысленным взором увидел звезды, видимые из этих звезд, а за ними еще звезды и целые галактики, которые так далеки, что сами кажутся крохотными звездочками. Затем он взглянул вниз на шоссе, огибавшее храм, и дальше вниз по крутому склону, где на дне долины или заметно мерцали огоньки жилища. «Даже все эти небеса не могут сделать так, чтобы мне поверили, если я скажу правду», — подумал он. «Что бы я ни сказал, моим словам не будет веры. Я не гожусь для такого дела, и в том, что не гожусь, виноват только я один, а ведь это всего лишь правда. У меня с правдой одинаковая полярность, и она отталкивается от меня. Таков закон природы. Я преуспел без помощи правды, и мне это ничего не стоило, кроме потери способности говорить правду». А что если попытаться? Как это Хурнсон сказал? «Сокровенные тайники человеческой души, где нет места страху и где живет желание понять и быть понятым». О ком это он говорил? «Разве я знаю таких людей?» «Здравствуйте», — говорим мы при встрече людям, здоровье которых нас совершенно безразлично. «Как поживаете?» — спрашиваем мы и не слушаем ответа. «Спасибо», — говорим мы. А это значит «спаси вас Бог», но часто ли это пожелание бывает искренним? Мы лжем и лицемерим на каждом шагу и сразу же забываем об этом, и ни капельки не чувствуем себя виноватыми. Неужели он вправду читает в тайниках моей души? «При таком остром зрении можно увидать паутинку за сотню ярдов». «Если я им не помогу», — продолжал думать Филипса, «то они ничего не предпримут. Они просто уберутся в освоясь и предоставят нас своей участи». С какой иронией это было сказано? «Но ведь я никогда не лгал», — простонал он вдруг громким плачущим голосом. «Я не хотел лгать!» «Как вы не понимаете?» Меня спрашивали, а я только отвечал «да» или «нет», в зависимости от того, что от меня хотели. А потом я пытался объяснить, почему я сказал «да» или «нет», «но ведь это еще не ложь!» Никто не ответил ему. Он почувствовал себя очень одиноким. «Я могу попробовать», — подумал он, затем тоскливо. «Разве я смогу?» Зазвонил телефон. Филипс осмотрел на аппарат отсутствующим взглядом, пока тот не призвонил вторично. Тогда он подошел к столу и снял трубку. «Филипса слушай!» «Ладно, трюкач, — проговорили в трубку, — твоя взяла. И как это только тебе сходит с рук!» «Кто это говорит?» «Пенфилд?» После их первой встречи Пенфилд тоже пошел в гору. Став главным редактором местной газеты, он, разумеется, сразу же отрекся от Филипса. Он самый раздался в трубке на смешливый голос. Тот самый Пенфилд, который когда-то поклялся, что его газета никогда больше ни строчки не напечатает про весь этот твой космический бред. «Так что же вам надо, Пенфилд?» «Я же сказал, твоя взяла. Нравится мне это или нет?» Но ты снова стал сенсацией. Нам звонят со всего округа. «Тысячи людей смотрят в бинокли и подзорные трубы на твою летающую тарелочку. Телевизионная установка мчится через перевал, чтобы показать ее миллионам зрителей. Мы уже получили четыре запроса от Национального центра по наблюдению за космическим пространством. С ближайшей военной базы в воздух поднято звено реактивных экстребителей. Не знаю, как уж тебе это удалось, но раз ты попал в новости, так выкладывай, что у тебя заготовлено». Филипсу оглянулся через плечо на корабль. Вот он ярко вспыхнул в оранжевом луче прожектора, погас, еще раз вспыхнул, а из телефонной трубки раздавалось призывное блеяние. Прожектор вернулся еще раз и... Ничего. Корабль исчез. «Подождите!» — прокричал Филипса. Но корабль уже исчез. Телефон продолжал блеять. Медленно Филипсу повернулся к нему. «Подождите!» — сказал он в трубку. Положил ее на стол и протер глаза, затем снова взял трубку. «Я видел сам!» — сказала трубка тоненьким голосом. «Что это было такое? Как вы это сделали?» «Корабль!» — ответил Филипсу. «Это был космический корабль!» «Это был космический корабль!» — повторил Пентетоном человек и пишущего под диктовку. «Давай дальше, Филипсу. Что произошло? Пришельцы спустились на своем корабле и встретились с вами лицом к лицу, верно?» «Они... в общем... да...» «Так, лицом к лицу готово!» «Что им было нужно?» «Пауза, затем сердитым голосом...» «Филипсу, вы меня слышите? Черт возьми, у меня нет времени на болтовню. Мне надо писать заметку. Чего они от вас хотели? Они просили у вас пощады, умолялись, чтобы вы прекратили свою деятельность!» Филипсу облизнул губы. «Видите ли... в общем... да...» «Сколько их было, этих существ?» «Их только одно...» «Только одно существо. Пусть так. Дальше...» «Что это из вас каждое слово? Надо как клещами тащить!» «Как оно выглядело? Чудовищно и уродливо?» «Напротив...» «Понял!» — возбужденно повторил Пентфилд. «Прекрасное существо! Девушка неземной красоты!» «Значит так... значит, они вам раньше угрожали, теперь они решили вас подкупить, так?» «Видите ли, дело в том...» «Цитирую ваши слова неземной красоты, но я... устоял против искушения». «Послушайте, Пентфилд...» «Нет уж, хватит с вас и этого!» «У меня нет времени слушать ваш вздор. Одно я вам скажу, расценивайте мои слова как дружеское предупреждение. Я хочу, чтобы эта история продержалась хотя бы до завтрашнего вечера. Завтра ваш храм будет кишеть агентами ФБР и Центр космической разведки, словно кусок гнилого мяса мухами. Поэтому припрячьте-ка получше ваш аэростат. Когда дело доходит до реактивных истребителей, то подобные рекламные штучки уже не кажутся властям такими забавными. «Дайте мне сказать, Пентфилд!» На том конце провода дали отбой. Филипсу положил трубку на рычаг, повернулся. «Вот видите, — проплакал он в пустой комнате, — на что они меня толкают?» Он устало присел. Телефон зазвонил вновь. «Вас вызывает Нью-Йорк», — сказала телефонистка. Это оказался Джонатан, его издатель. «Джо, полчаса не могу тебе дозвониться. Твоя линия все время занята. Отлично, сработаю, приятель!» «Я только что услышал сообщение в срочном выпуске новостей. Как тебе это удалось? Впрочем, неважно. Дай мне только основные факты. Завтра надо будет сделать заявление для прессы. Послушай, сколько времени тебе нужно, чтобы написать новую книгу? Две недели три. Ладно, пусть три. Но не днем больше я сниму последний роман Хемин или... Впрочем, это неважно. Я пущу тебя вне очереди. А теперь валяй, включаю диктофон». Филипсу посмотрел на звезды. В трубке раздался короткий сигнал включенного диктофона. Филипсу подвинул трубку ближе к рту, набрал полную грудь воздуха и начал. «Сегодня меня посетили пришельцы из космоса. Это не было случайностью вроде первой нашей встречи. Нет, на этот раз они долго и тщательно готовились. Они решили остановить меня, но не силой и не убеждением. Нет, они пустили в ход последнее, самое сильное средство. Внезапно среди излучателей и кабелей антенны моего радара появилась девушка неземной красоты. Я за спиной Филипсу раздался негромкий, отрывистый звук. Такой звук мог бы издать человек, которому отвращение мешает говорить и при этом нестерпимо хочет цеплюнуть». Филипсу бросил трубку и обернулся. Ему показалось, будто он видит тающее изображение рыжего человечка. Что-то колыхнулось в той части неба, где был корабль, ну и там больше ничего не было видно. «Меня задергали звонками», — плачущим голосом проговорил Филипсу. «Я не знал, что вы уже починили свой омикрон. Я не хотел. Я ведь как раз собирался...» Постепенно до него дошло, что он один. «Никогда прежде он не чувствовал себя таким одиноким». Рассеянно подняв трубку, Филипсу поднес ее к уху и услышал возбужденный голос издателя. «Так и назовем ее последнее средство. А на обложке шикарная блондинка, в чем мать родила вылезает из-за радарной антенны. Здорово, Джо! Это единственное, чего ты еще не пускал в ход. Вот увидишь, это будет взрыв бомбы. Твой храм тоже не прогадает. Напиши мне книгу в две недели, и ты сможешь открыть у себя филиал казначейства США». Медленно, без единого слова, не дожидаясь, пока издатель кончит говорить, Филипсу опустил трубку. Вздохнув, он повернулся и зажег свет над пишущей машинкой. Вложил два чистых листа, переложенные копиркой, прокрутил валик, передвинул каретку в среднее положение и написал «Джозеф Филипсу! Последнее средство!» Его пальцы легко, уверенно и быстро заскользили под клавишем.